Путешествие по экзотическим уголкам планеты в пределах городских джунглей. На первом представлении знаменитой цирковой программы Тиграна Акапяна «Тропик-шоу» в зале практически не было свободных мест. Представление как захватывающее путешествие от красочного бразильского карнавала и экзотического зуба джунглей до таинственного очарования Египта. И, конечно, все это по-цирковому ярко, красиво и захватывающе. Арена превратилась в большой калейдоскоп. Забавные псы-трюкачи, сияющие в лучах прожекторов кони, управляемые одной грациозной наездницей. Акробаты, побеждающие земное притяжение. И среди всего этого фейерверка ярких красок – лиричная и невероятно красивая история Ромео и Джульетты. Но не в декорациях Вероны, а под куполом цирка. Не просто история любви, танец в воздухе – номер, который больше оценили взрослые зрители. Цирк – праздник не только для детей. В этом артисты тропик-шоу успели убедиться. Сегодня аплодируют, не столько детишки аплодируют, сколько на ладони слышно, что это взрослые так восторгом смотрят. Даже Ромео и Джульетты – это в основном сделано для взрослых публик, которые приходят к нам. Это родители, это дедушки, бабушки, которые приходят с своими детьми, внуками, внучками. И я сегодня заметил, что это очень им нравится. Именно благодаря разнообразию программы в тропик-шоу каждый из зрителей нашел что-то свое. Ну, наверное, опасные трюки и, скорее всего, животных. Яркие цвета и костюмы интересные. Думаю, путешествовать, так сказать, как по странам, раз так затические животные всякие. У многих арена в свете прожекторов вызывает приятные воспоминания из детства. Испытать тот самый восторг, оставаясь взрослым, такое возможно только в цирке. Тропик-шоу в Иванове до 2 сентября. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова.